Всем привет! Сегодня поговорим про нож марки Boker Plus, модель Hitman. Ножик предоставлен для обзора официальным дилерам ножей Boker в России. Ссылка на магазин и промокод на скидку в описании к видео. Комплект поставки стандартный, знакомый нам по модели Boker Caracal, которая очень подобна данной модели Hitman. И давайте смотреть на сам ножик внимательно. Комплектация поставки достаточно скромная, инструкция гарантийка и сам нож. Параметры ножа вы сейчас видите у себя на экране, давайте смотреть на конструктив. Рукоять выполнена из G10 и стальной плашки на второй стороне. Такой конструктив присущ многим ножам, в том числе бюджетным ножам Pippa Gunza. Имеется отверстие для темляка, клипса с двумя положениями хвостей в голове. Ножа условно. Стопорная шайба, которая предотвращает отгиб пружины. Фреймлока наружу. Флиппер для открывания клинка. Ну, собственно, на этом все дизайнерские элементы и заканчиваются. В плане дизайна тот же бюкер Caracal мне нравился больше. У него более интересная по форме рукоять. И дизайн такой более у него хищный, скажем так. Но момент, который я упоминал в Caracal, это сильно близко выступающий хвостовик пятка клинка к спинке рукояти. В Hitman этот момент не актуален, поскольку нож глубоко в рукояти находится. Кроме того, в таком ракурсе, не знаю, видно будет или нет, рукоять имеет облегчение, выфрезированные регионы низнутри. На оси клинка установлен подшипник, который позволяет быстро открывать нож. Также открывать нож можно при помощи отверстий, но это не очень удобно. На обухе клинка имеется достаточно ухватистая насечка. Она не очень злая, но неплохо так цепляет палец. Соответственно, упор должен быть надежным. Рукоять удобна для любого хвата, в принципе. Прямой и обратный, как вы привыкли, можно работать. Проблем с этим нет. Нет каких-то особых эргономических выточек, которые мешали бы хвату. Сталь клинка нержавеющая D2. Толщина клинка в обухе примерно одинаковая. Имеется фальш-лезвие. Такая снятая фасочка. И форма скорее такая напоминает Spear Point, чем Drop Point. Хотя здесь мнения могут быть разные. Замок неплохо заходит на хвостовик. Не закусывается при силовых работах. Можно без проблем работать одной рукой. Открывание за отверстие неудобно. Оно очень близко к рукояти. Кроме того, стопорный шарик в фреймлоке хорошо фиксирует клинок в закрытом положении. По удобству работы Бекер Хитмен. В принципе, очень подобен каракалу. С той лишь разницей, что насколько рукоять вляжет в вашу руку. Кому-то нравится больше прямоугольная широкая рукоять. Кому-то больше эргономическая подобная каракалу. По стали это одинаковые ножи. По заточке и работе с данной сталью они также очень схожи. Для сравнения, вот сухой орех. Ореховая ветка молодая, уже которая высохла. И смотрим, как с ней работает данная сталь Д2. Усилие приходится прикладывать большое. Волокна перекручены. И сама древесина достаточно такая упругая и твердая. Ну, рукоять лично мне наминает руку вот в этом регионе. Ну и, наверное, мизинец тоже получает свою долю некомфортной работы. Попробуем теперь пекер каракал. Каракал имеет более толстую рукоять. Но по удобству, я уже говорил в его обзоре, тоже не самая комфортная. Ну, по резу, мне кажется, он даже чуть-чуть злее. Хотя, все плюс-минус на уровне минимальных ощущений. Потому что сталь и заточка абсолютно одинаковые. Здесь лишь вопрос в чем, какой дизайн вам нравится больше. Два ножа. Бекер каракал и бекер хитман. Очень похожи. Отличия у них минимальные и дизайнерские. В первую очередь в рукоятях. В одном случае у нас стальная плашка и G10. Во втором стальные плашки и G10. Замки одинаковые. У обоих ножей на оси клинка находится подшипник. Отличия немного по конструктиву клипсы. И эргономическое удобство рукояти. Форма клинка также немного отличается. Отличия данных ножей, как и у многих китайских марок, заключается лишь в том, какой дизайн вам больше нравится. Отличия данных ножей лишь в дизайне. Поскольку материалы, качество изготовления здесь все плюс-минус одинаковое. Придраться особо не к чему. И вопрос лишь в том, какая форма клинка вам больше нравится и какая рукоять лучше вам ляжет в руку. Такие вот ножи марки Бекер Плюс, а точнее модель Хитман, потому что про каракал я уже рассказывал ранее. И обзор его можете найти на канале. Относительно же Хитмана, то простой, приятный ножик, но не мое. Мне больше нравится каракал, несмотря на его один небольшой недочет, с которым, в принципе, можно смириться. На этом все. Спасибо всем за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Ссылка на магазин и промокод на скидку в описании к видео. Ножик предоставлен для обзора официальным дилером ножей Бекер в России. И ссылка на магазин и промокод на скидку в описании к видео. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок